Девушки отдыхают Но такие порывы даже хороших родителей толкают на глупости. Девушки отдыхают 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 носивший камни. Один был недоволен тем, что проиграл спор, но вроде бы согласился выполнить обещанное. Фрея пришла навстречу с каменщиком, а он лишь прошептал ей что-то на ухо. Сделав это, он решил покинуть Асгард, но у ворот Мидгарда увидел поджидающего его Тора и понял, что его перехитрили. Но ему было все равно, ведь его месть уже свершилась. Да? Что он сказал Фрее? Это знала только она, но я много месяцев искал разгадку. Хримптур знал, что Фрея, несмотря на брак с Одином, ненавидит асов. Думаю, он выдал ей тайну защиты Асгарда. Слабые места, физические или магические, которые она использует, когда настанет Рагнарёк и Сурд придет, чтобы сжечь Асгард. Если не раньше. Трупа! Я рядом! Компании! 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 Слабые места! Тупы, это не выводы! Рагнарёк! Компании! Тупы, это не химия! Компании! Продолжение следует... 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 Не, все будет хорошо. Готов. Ой, неприятно. Давай, сэн. Смотри. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Стоп, стоп, слушайте на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами, божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет, 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 нет. Ну, ладно. Ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ну, ладно. Готов? Идем. У меня на тебя большие планы. Хе-хе-хе-хе. Поскорее. Ладно. Режим ты себе. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. Дошли. Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сына. Ни си. Продолжение следует... Хм... Сын... Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Эй! Есть кто живой? Что это такое? Наверное, по пути из Митгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Митгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор — разрушители всего. Где они теперь? Они спаслись. Значит, могли тут выжить. Но я не уверен. Хм... Кто этот страж? Я должен их чувствовать. Но никого нет. Все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Стой! Отец! Что-то происходит! Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она... Знала великанов? Это мы. Когда встретили мирового змея. Но как... И наш бой с Бальдром! Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе. И каменщик. Эти рисунки... Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но... Что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я, великан. Почему она вскрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но... Почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее. Не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же... Она еще не ошибалась. Скорее! Мы почти дошли до конца. Да. Да, это так. Смотри. Это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. ТОРАНГЕЙ ТОРАНГЕР Субтитры делал DimaTorzok Далим это вместе, сын. Субтитры делал DimaTorzok Далим это вместе, сын. 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 Смотри! Теперь ясно, почему она хотела быть здесь, вместе с родными. Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь Бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова. И мы сурово смотрим на нее. Но спартанец Атреем не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого! Ты все-таки умеешь рассказывать. Амимир не слышал. Если теперь ты решишь, что нам пора возвращаться домой, я пойму. Но мы еще освободили не всех Валькирий. Наверняка еще кому-то надо помочь. Может за этим нас мама сюда и отправила? Что бы сделал спартанец Атреем? А что бы сделал Локи? Странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Друзья, ох, как я вам рад. Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Амимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Прежде чем вернемся в Митгард, я должен предупредить. Там дошло больше времени, чем кажется. И снегопад, который начался, когда ты убил Бальдра, это дурное знамение. Знамение? Что приближается к зиму? Не просто зима, а Великая зима, которая продлится три лета, а после нее начнется Рагнарек. Рагнарек? Из-за снега? Да. Будет много-много снега. А затем наступит конец этому дурному миру. Примерно так. Еще одно пророчество. Нет, брат. Пророчество говорит, что до этого не менее ста зим. Ты что-то изменил. Пророчество не подумало о тебе. Пророчество не думало о тебе. Говорю тебе, это Фимбул Винтер. Я это жопой чувствую. Зима близка. Прекрати. Ты меня пугаешь. Снег все равно пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это конец света. Не смей заставлять меня трезво мыслить. Парни. Просто говорим о погоде. Недавно поголодало. Он хочет сказать, что грядет Фимбул Винтер. Самая распоследняя зима. Я это жопой чувствую. Да. Мы... мы слышали. Так что если идете домой, постарайтесь не останавливаться. И не умереть. А если не идете домой, то же самое. Я готов к работе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...